Значит так, маленький такой влог, небольшой инструкцией. Был сегодня я в посольстве Украины в городе Москва для того, чтобы подать документы на загранпаспорт. Первое, что хотелось бы отметить, люди с 8 часов утра и где-то до половины восьмого собираются для того, чтобы записаться в очередь. Многие, кстати, записавшихся так и не пришли. В очередь я попал по записи в 85-й, пришел я где-то в 8 часов утра туда. И в само посольство на прием я попал часов в 11. То есть где-то к половине 12-го я уже полностью освободился. Мне повезло, я считаю, потому что первый приход, как бы обращение и моя ситуация уже в корне разрешилась. Значит я подал документы на загранпаспорт, на получение, впервые загранпаспорта. Нахожусь я в Москве по патенту работе. Вот, собираю документы, как бы, ну для того, чтобы получить загранпаспорт. Выехать на территорию Украины у меня нет возможности. В принципе, отпросился на один день и вот такая удача. Значит первое, какие документы нужны. Из перечня того, который есть на сайте, то есть это все заполненные страницы паспорта, ксерокопия этого самого идентификационного кода и оснований на пребывание на территории РФ. Это миграционная карта и, в принципе, патент и регистрация, у кого я нахожусь. Значит, все эти документы я сделал. Вот, в перечне документов на сайте посольства не было указано, что нужно еще сделать ксерокопию свидетельства о рождении. Ну и спросил в очереди, как бы мне подсказали люди. Я ее быстренько сделал. Опять же, за полчаса я оформил все документы. То есть это я заполнил специальный формуляр, там место пребывания в Москве и адрес постоянной прописки в Украине. Вот. Все это я сделал. Фотографию в электронном виде за меня заполнил человек, который там находится, ну, сотрудник посольства. Вот. Сделали электронную подпись и все. Мне вручили специальный талончик, по которому мне нужно будет обратиться через месяц, узнать, готов ли мой паспорт. Вот. В принципе, насколько в очереди, опять же, правду говорят, сказали, что паспорт будет готов через 2-3 месяца. Вот. Единственное еще условие о том, чтобы вы на территории РФ без выезда находились не менее чем полгода для оформления этого паспорта. Но, в принципе, там можно оформить и переоформить, вернее, переделать испорченный украинский паспорт, свидетельство о браке, кучу других документов, водительские удостоверения. Вот. Люди стояли, постанавливали документы. Вот. В принципе, перечень услуг очень большой. Что касается оперативности, ну, я считаю, что до 12 часов дня я справился. Это уже хорошо. При учете, что сейчас зима и на момент записи этого видео там температура в районе 20 градусов. Минуса. Вот. Так что не обращайте внимания на то, что вам говорят, что там больше 40 человек, там больше 20 человек в очереди, становиться нет смысла. Записывайтесь, ждите. Я думаю, вам тоже повезет.